приветствую вас на канале фан клуб total war с вами кос продолжаем прохождение за королевство франции в игре империя тотальная война это у нас 22 уже серия и начинаем из того на чем собственно и закончили предыдущую серию я решил брать штурмом столицу цейлона так что встретимся на поле сражения и так я расставил своих легионеров легионеры иностранный легион же серьезно послуженным списком воевали они исключительно новом свете тут или в индию в индии еще не приплыли но в индийском океане уже прогулялись а это цело значит будем пробивать тут стену и подходить вплотную создавать огневой мешок поскольку я не родит слабы показатели ближнего боя ну тут за счет лучика не каш подросли но все равно это не лучшие рукопашники так ну все тогда начинаю пробивать стены включу опять вновь запись когда что-то интересное в принципе можно включить камеру я двинул палки уже к стенам стена достаточно быстро пробивается нужно полюбоваться контр батарейный огонь ведется со стен сейчас он переключится же хоть жалко что одну батарею подбили то есть я уже в полном состоянии не подтянул к разлому эти графический мод прекрасно просто прекрасно делать свою работу посмотрите какая красота игра прям получила но новые после ремонта новые хорошие обновления это как переклеить обои старые обои на новые в комнате и комната прям воображается мебель принципе с даже старый но тоже где-то отлачены где-то там части заменены ну в общем все выглядит достаточно новое и красиво то мы видим войска какие-то я неополченцы тоже имеют замененные модели как раз из моды пробиваем уже 50 процентов что там еще есть наемники из черни а кавалерия сил до сила дарские копейщики я не помню как они выглядели в оригинальные явно не так явно что тут подкрашено тем более мы ребятские вот эти постанцические давай искать какие-то серые были неприглядно ли сегодня красочно достаточно пробить и подрежут чуть-чуть я перестроил войска подтягиваю сюда еще артиллерию чтобы работать картищу пробитие произошло задам такую тариктуру стрельбы для пальбы ядрами дальнюю батарею здесь все носит название иностранные легионы и ритары и артиллерии и линейная пехота вот пожаловали друзья могли не вылезти кстати не очень сложно хорошо говорится несите следующих подрежу поближе я подошел спровоцировал их опять на вылазку валерий у меня с этим пробежалась за убегающими это плане и уже как минимум гарнизон так они вроде ты собираются так не стрелять а 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 назад а 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 Ну что, будем заходить Поехали! 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 Третий батальон Пытается прагить брешь Поехали! Пр aidärм Tik basically Gongи. Поехали! Пр ассорт. Никаким. Поехали! подрежу я уже внутри крепости 2 батальон мать удар кавалерии успеть мне в каре встать посмотрите как долго здесь пустой бой остался 15 человек держит проход щас мигзап Играет музыка Играет музыка Ифель, и Саватур. Захватываем центр. Так, здесь тоже все. Ну, в общем, город. Форт взятый. Свидимся на главной карте. Так, ну вот мы на Цейлоне, что называется. Это будет наша крепость. Остров-крепость, с которой мы будем предпринимать попытки закрепиться в Индии. Между прочим, здесь с порядком все прекрасно. Протестанизм, 100%. Привет голландцам. Чиним все, что чинится. Так, ну смотрите, что здесь есть. Тоже надо починить. Хорос-Суше. Капрал в Затых Галунах. Боевой дух во время биты плюс один, команды пехоты плюс один. Тоже надо будет пополнить. Но это сейчас не первое необходимость. Во-первых, у нас будут алмазы. Давай 1250. Алмазный рудник. Арат-Напура. Есть плантация. Димбулы. Чай. Так. В Канде дом ткача. Болото. А нам Адувы. Ну тут это рис. Да? Наверное, в расчет. Так. Сам по себе порт Коломбо. Промышленный порт. Ну и какие войска здесь будут? Конечно же колониальные, да? Вернее, Ост-Индийские. Вот из них будем строить полки. Пехота французской Ост-Индийской компании. Посмотрим, какая здесь у них моделька по тактике. Наверняка тоже изменена. Есть и кавалерия тоже. Легкая кавалерия. Есть кавалерия французской Ост-Индийской компании. Давайте сравним их. Ближний бой. Ост-Индийцев выше. Натиск чуть ниже. Оборона выше. Но они практически идентичны. Я думаю, что просто колониальная легкая кавалерия, она просто побыстрее будет. Здесь, к сожалению, скорость не прописывается. Вот. Они устойчивы к жаре, в отличие... А, тоже, кстати, колониальная, тоже устойчивы к жаре. Большая выносливость, чего нету у... Ну, это как конный полк. Ну, прятаться в лесу они могут все. Так же мы здесь видим, что из 12-ти пешевых фунтов галбицы, а пешевых фунтов артиллерии... Ну, вот галбицы будут хороши, когда мы снаряды с негашенной известью изучим. Вот это будет пипец какая жесть. До того смысла нет никакого галбичной артиллерии. Ну да, она набрасывает, но не очень точно, не очень сильно поражающим эффектом. Так. Ну, на самом деле, это конец хода. Дошел наш Доринин до Орляна. Британцы отступили. Ну, отличный маневр сделал. Поляки огребают, вернее, австрицы огребают от поляков. Музыка. 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 Виргиния построила Торговый порт Я специально дала посмотреть переход хода Что будет что-то интересное Уверен был Американцы появились Посмотрите И они должны здесь Взять Анаполис Будем надеяться Что так и будет Американские мятежники Так В Бранденбурге прусаки Соответственно Вот они Да Бранденбург нам приносит хорошую сумму Мы сейчас посмотрим Что делать с Бранденбургом Либо я его сейчас кому-то вкорячу Либо я его оставлю Пускай Возрождается Возрождается Пруссия Хотя их шведы конечно Сразу же хлопнут Ну и вот восстание Мэрилонда Да Это мы видели уже Да Порт Порт Йорктаун Так Здесь у нас Появились Гренадерские полки Сейчас я вспомню Как они должны называться Монреар И Клебек Сейчас я быстренько переменую Так Сделано Тоже их выводим Ой как мелко Классические размышления Об истории древних Чего Народов А народов Значит Это я в шапке прочитал Тут на белом фоне Все таки более понятно Значит критические размышления Об истории древних народов Недавно опубликовал Труд Прославленного французского Ориенталиста Этьена Фурмона Пробуждающий интерес Сущности мифологии Это чрезвычайно глубокий трактат В котором предпринята попытка Найти нечто общее Между божествами И персонажами мифов Различных цивилизаций Поразительные лингвистические способности Позволили профессору Фурмону изучить корни слов И мифических имен Прослеживая их развитие В разных культурах И отмечая сходства Таким способом Он пришел к ряду Неожиданных выводов В том числе о том Что Авраам Никто иной Как Сатурн Из древнеримского Пантеона А бог Юпитер Сын Авраама Исаак Рассуждения Фурмона Подкреплены многочисленными Подробными примерами И этимологическими доказательствами Неубедительны Но их трудно спорить Его идеи вызвали споры О природе человечества Которые вряд ли утихнут В ближайшее время Интересно Интересно Так Флот наш плывет Пираты Я не знаю Ушли Они Не ушли Не мало ли будет Одной пятерки Двух Линкоров Третьего ранга Но надеюсь Нет Но все таки У меня свежие корабли Я аккуратно проведу бой Так Англия Вернее Великобритания Не пора ли нам подписать мир Просто спрошу Условия ровно те же самые Георг Все еще Георг А у нас напомню Людовик Пятнадцатый Вуаля Британцы устали от войны У нас был доход где-то Восемь с чем-то ливров Теперь десять тысяч Отлично Прекрасно Волшебно Так Ну тогда Может быть Америке Не пора еще Появляться На белый свет Кто знает Кто знает Думаю что Заберем Ко мы это Обратно делаем Так Давай выведем Всю армию Посмотрим что будет здесь Минус три То есть гарнизон Нужно держать Так Ну давай Пол Квыбек Оставим здесь Отлично Они отсюда Никуда не денутся Да Так вот сделаем Отойдем Ниагару С другой стороны Вот это Местоположение Оно наиболее Удобное Ну-ка Ну вот Вот здесь Я займу позицию Тут как раз Дорога проходит Чем хороша Эта позиция Если будет Объявлена война И тут кто-то Пройдет Вот здесь Да Мы их Настигнем Сможем вернуться К Ниагаре От Каюги До Ниагары Два перехода Тут чуть-чуть Не хватает Поэтому У нас будет Время вернуться Назад Это Определенно Так Смотрим дальше Война закончилась Можно Заняться Строительством Это все Очень дорого Я пока не хочу Так сильно Вкладываться Мы построим То, что Вот изначально Вот, например Вот здесь А, нет Здесь уже есть Большая Хлопковая Плантация Будет 37 тюков давать А это 22 Нет, нормально Пока Дорого Надо Возвести Города Да Которые Мы еще Не возвели Так Здесь Тоже пока Тратиться Не буду Дороги Есть Вот Дороги Например Вообще Не построены Были здесь Оказывается Ложим все Мощеные Дороги Не огород Потому что Здесь у нас Войска Постоянно Будут бегать Так Поскольку Мы вернулись Анаполис Мы вернулись Нам нужно Починить Апартамент Губернатора Это будет Недешево Так Здесь Ну Дороги Нормальные Здесь Так Соответственно Чарльстон Каролинские Острова Здесь Что-то Можно Тоже Воздвигнуть Пускай Это будет Производство Ремесрные Мастерские В роли Так Что-то Еще Я мог Построить Какой-то Город Еще Появился А Но Прежде всего Мы можем Построить Вот Факторию Меховую Лавку Да Ну И Собственно Все Наверное Ах Вот же Да Так Ну Здесь Мы строим Порядок Потому Что Здесь Есть Вот Не помню Михаил Лавки Не действует Но Беспорядок Нет Не действует Но Есть Порт Который Будет Понижать Порядок В любом Случае Давайте Посмотрим На Карту Ага Что Здесь Волнение По поводу Того Что Окупация Произошла Не так Давно Да Это Нормальная Ситуация Города Здесь Еще Какие Остались Дерение Осталось Все Так Давай В Европу Посмотрим В Индии Мы теперь Можем Налоги Повышать Ну Местное Население Будем Эксплотировать Их Там Много Тут Живет До Такой Матери 273 Тысяч Нет Это Не так Много В Индии Будет Больше Ну Ладно Деревень Осталось Так Что По Максимум С Них Стрижем Вот А налоги Для Выше Знать Мы Понизим Чтобы Благосостояние Росло 14 25 Согласитесь Пускай Растет Это Сумма Так Вернемся В Европу Париж Париж Надо усилительные Эти Заведения Тоже Развивать Ну И самое Главное Мы Приблизились К вопросу О Будущем Бранденбурга Хочу поговорить С Карлосом А Филиппом По поводу Фландрии Вот так Вот Возможно Для них Это стратегический Кстати Район Фландрии Они ни в какую Не согласятся Меняться Возможно Нужны Деньги Потенциально Бранденбург Очень Очень Богатый Регион Если за него Закуситься Зацепиться Будем здесь Большие Деньги Получать Это Немножко Не соответствует Моей Стратегии Но Это Действительно Очень Богатый Регион Ладно Давайте Сделаем Следующим Образом Мы же Сможем Вернуться Бранденбург Разобьем Постанцев Ну я это Наверное Не на камеру Сделаю Самое Интересное Может Покажу Возможно Будет Интересный Бой Поэтому Я Включаю Камеру Немножко Немножко чуть не успевает артиллерия идет ливень возможно осечки гусары сделали глупость начинаем представление ну трусаков всех отрядов оттолченцы кроме одной линейки ну ты будешь стрелять уже не шли из зоны так линадёров сюда стоит стрельбу оттолчили я еще в этом прохождении ни разу гранадерам не использовал бомбы ну или не хочется сейчас здесь и так немножко дисбаланс то что с 80 до 120 увеличив сделав их реально линейной пехоты поэтому я не буду использовать еще гранату может редкий случай но Продолжение следует... 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 Здесь мы уже никого не грабим. Соответственно, встанем. А нет, мы можем Маратову грабить, да? 6800. Видимо, хорошо мы грабили. Видите, я британцев заключил мир, и что-то у меня доход упал. Конкретно упал. Ладно, посмотрим. Здесь мы еще неплохо грабили, точно. Так, ну что, сдаю ход. Давайте посмотрим. Австрия совершает самоубийственные атаки. Маленькими отрядами. Ну, вроде собирает что-то. Наверное, Берлина я оставлю себе. Много денег он будет приносить. Потому что война с Маратхой, это будет совсем другое предприятие. Самое сложное, нежели что было до этого. Не сравнить вообще ни с чем. Вся Индия на нас будет. Мне бы вообще по классике хотелось бы сделать, чтобы у меня был контингент какой-то. С европейской части, да, помогал османам. И вот остиндийский контингент, который будет с юга Индии грызаться в индийский полуостров. Плыли пираты, они почувствовали жареное. У меня же там флот. Вот так. Ну здесь чего, я включу показать форму американцев. Наверняка тут что-то им нарисовали. Это же все-таки у меня стоит модификация. На замену ванильных текстур. Ну а так тут, сами понимаете, ничего такого. Встретимся на поле битвы. Ну вот так вот у меня тут бой уже начался. Немножко меня развернули американцы. Ну формы ничем не примечательны. Но правда выглядит американский мятежник. Отлично обращаться. Ну как у других стран, это обычно. Игорь, я думаю, что р Продолжение следует... 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 ищем как все просто вопрос в следующем бить их исключительно сражаться бить еще неизвестно кто кого побьет сражаться исключительно военными кораблями или взять с собой торговые суда которые будут ну скажем так ложными целями для них в принципе опасность составляет два корабля короче я торгаши использовать не буду но этот бой мы посмотрим практически полностью но фойе или бита 73 ход собственно погода хорошие наши корабли я кстати нашел еще один корабль думаю посмотреть тоже вам чтобы он не сломал сыр там франция россия англия испания еще кто-то прям под них разные используются модели то есть не на базе английских кораблей сделано так подрежу полин отвлекся отвлекся чуть-чуть глупость совершил но на видео уже отвлекся включили это включил секундомер включил запись блять и подставил фрегат неклюже сыграл но вроде обошлось не попали отстала у меня одна трюшка почему-то не знаю сейчас прям равномерно сейчас прям равномерно короче вот в эту точку на полных курсах пожалуйста напеля не работают это у нас голевая ну тоже повернуть корабль не поворачивать ладно уходи а и и и и и и Продолжение следует... 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 Скорость, скорость нужна Пора, малыш, сдаваться Не стрелять Аккуратненько поворачиваем Скорее всего, это был капитанский Флагман Так, звали Маре Нуар Не разбивать строй, это очень странно Я хочу четверку свою вернуть И, соответственно, одноименный корабль переименуем в честь покойной императрицы Элизабет Скорее всего, линкор третьего ранга Ломает они тут что-то линию Пока не стреляй Субтитры сделал DimaTorzok Тормозу пока запись Тут я специально нажал паузу Показать, как они резко сломали строй Просто резко сломали Почему? Потому что головной корабль я остановил То есть тот первый корабль был не головной И вот они на всех парах Пошли в атаку Наносим ноги Встретим их тоже к ней пилями Остается пятерки Там очень серьезные пушки на носу Уголиона Возьми Возьми Откуда он пыльнул? Я что-то не понял Пыльнул или не пыльнул? Вот, сейчас пыльнул Вижу Уходи, уходи, уходи Ну что ты стоишь Мне нужно чуть-чуть разбить их Потом уже одиночки Хотя бы Не всех разного кушать Там же еще моя Четверка присутствует Давай Поворот на правый борт Входим Несколько кораблей я хорошо обездвижу Ну и сейчас будем переходить на ядра Уже практически скоро Возят корабль Надо бы тоже тормознуть Уходи Один раз Для бани Уходи Все, включай Бегай Нет Куда, блядь В кого, нахуй Зачем Не ту кнопку нажал Хотел остановить стрельбу Так, здесь мы просто долбим Это у нас Как раз наша четверка Не хотел бы утопить Ну там прилично народу и орудий Уходи Уходи, уходи, родной Спутят Так, переходим на ядра Здесь Сдался Мне главное вернуть свой корабль Ничего же не нужно Там Ну там Продолжение следует... 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 так что у нас тут может быть с россией замириться они могут торговать петр первый давай петр первый все еще вот такие условия союзник маратха но я не бы не хотелось бы им давать военные технологии как и морские только вот такой вариант а их устроило кстати и у россии порт не заблокирован не знаю крымский или петербургский крымский севастополь а тут у них даже нету торгового порта ведь и рыбный поставили ну давайте на этом ноте закончим эту серию вот старая серия уже как время бежит я записываю пачками вы когда можете сами наблюдать пока не сохранить тут же дата ставится вот возник у меня перерыв на работе появилось время поэтому практически потом три четыре две серии они все в раз записываются вот так вот если стратегически глубину подумать да что я хочу ближайшие 10 ходов сон лево утра чё там за армия ну ничего такого что мы не видели надо еще по носу дать больше желательно собрать армию с венгрии у меня прогулка с австрией проход есть счет я подзабы они с испанией вот чем проблема проход получить недолго просто и нужно даже без прохода посадить на корабли войска приплыть куда-нибудь в палестину да и здесь помогать сдерживать маратхан это вот перспективы 10 ходов вперед из если все будет нормально здесь соответственно нужно будет готовить войска и высаживаться карнатики непременно причем здесь надо быть готовым что мансур максур тоже бросит войну тут сразу не будет приличный сил то можно по-хитрому сделать можно высадиться где-нибудь в калькутте до бенгалия можно мы не знаем как у них флот вообще ничего не знаем шпиона у нас нету здесь в америке периодически будет вспыхивать война с британией мы ее выйти уже сократили как я специально не форсирую растягиваться дело возможно будет у нас десант на те же багамы да это я вполне допуская на ямайку подвесными строго над в любом случае забирать с пиратами будем заканчивать скором времени потому что появится флоту жамарадхи и это нужно будет тоже что-то с этим делать кстати обратить внимание в во флориде произошел произошел мятеж и эти земли сейчас ничейны то есть это можно будет тоже забрать я не думаю что нужны большие силы для того чтобы заполучить их где тут у нас тут шпион давай его отправим сюда лаву из же багаж да ну тут то есть такие планы периодически вести войну в северной локации до северноамериканской локации с британией сейчас пока мир отстраивать здесь все развивать заканчивать с поляками я думаю заберем у них западную пруссию заберем у них селезию непременно обложим польшу вот и кенигсберг на них тоже забирать не знаю кому там чего раздавать но это нужно все забирать тогда они ослабнут если экономика позволят а ведь сейчас придется вкладываться еще его флот я создал буду создавать создам еще пару полков возможно усилия одним из а может быть даже эти полки будут гарнизоны посмотрим в любом случае надо минимум три полка создать и отправить на помощь османам это обязательно иначе их нет маратов не остановить они очень быстро конечно поднимается и вот видите уже 36 год они уже практически дошли до европы там осталось совсем ничего да нужно обязательно переключаться на варатку и заканчивать конфликт европе хоть как-то чтобы был какой-то баланс нужно пытаться с мари договориться о праве прохода но дайте просто утра при предложим без сего для нее оскорбление а если я слушать паски технологии не хочу раздавать вообще ну да и выдержанная древесина нет нет еще раз нет ну ладно это сейчас не к спеху право прохода это просто гарантия того что они имени кинут войну они сейчас скорее всего ее не кинут поскольку я с ними не гранищу но как только я буду с ними граничить будьте уверены поэтому я думаю что мы заберем селезию если это не сделала раньше австрийцы и и предложим любезно и и императрица священной римской империи в обмен на право прохода тем самым усилим австрию ослабим польшу мы польшу ослабим мы только когда заберем восточную пруссию то есть мы оставим селезию двинемся дальше через западную путью придем восточную и вот здесь уже будем думать еще с этими землями делать не знаю посмотрим важно же чтобы еще заселить сюда людей которые фракцию которые не будет являться яблоком раздора чтобы они дружили с друг другу надо отдать баварии например эти земли они с австрией дружат они будут вместе воевать против польши тогда руки будут развязаны значительные силы отправить на помощь османа против маратфа да ведь мы не забываем что диска локации тратить тоже приличные средства на создание здесь армии это как минимум нужно три полка нанимать вот мы посмотрим как она там будет складываться я буду здесь по максимуму использовать линейку то есть я буду и и сипаев нанимать обязательно мы с ними познакомимся да это такая скажем легкая пехота но они легкой вернее линейная пехота паста там серьезно уступающая пост индийской пехоте мы для разнообразия повторюсь будем будем держать те и другие вот но за 7 действительно все желаю вам хорошего вечера встретимся следующей серии в то же время пока пока